здравствуйте дорогие любители вязания предлагаю сегодня вам мастер-класс по вязанию вот таких забавных черепашек идею которых подкинула мне наша подписчица в группе вконтакте ксения тукарева она прислала группу схему черепашки и предложила сделать мастер-класс что я вам сейчас и предлагаю схема мне показалось немножко замудренной и я чуть-чуть ее переделала обе схемы я выставлю в группе ссылку смотрите под видео ну а мы давайте будем вязать такие черепашки хорошо будут смотреться вязаных детских изделиях в интерьере детской комнаты можно например сделать подушку с такими черепашками будет очень забавно красиво и приятно ли пункт все хватит болтать давайте будем вязать вяжем первый ряд первую кромочную снимаем вторую кромочную провязываем изнаночной это я повторять не буду каждый раз провязываем 3 изнаночных одну лицевую теперь нам из протяжки нужно вывесить лицевую скрещенную так вот протяжку я поднимаю на левую спицу и развернув ее за заднюю стенку вот так вывязываем лицевую скрещенную далее из одной петли нам нужно вывязать лицевую петлю и тут же из нее вывязать изнаночную дальше у нас будет 7 изнаночных теперь из одной петли мы вывязываем изнаночную петлю и тут жизнь ее вывязываем лицевую вот я ее за заднюю стенку провяжу вот так из одной петли вывязали изнаночную лицевую снова из протяжки мы вывязываем лицевую скрещенную поднимаем протяжку на левую спицу и развернув ее за заднюю стенку вывязываем лицевую скрещенную далее у нас будет лицевая петля и 3 изнаночных в изнаночных рядах этот рисунок тоже вяжется по схеме но сложного ничего нету 2 изнаночный ряд провязываем 3 лицевых 2 изнаночных 6 лицевых одну петлю снимаем на спицу не провязывая нить у нас перед работой далее у нас будет 4 лицевых 2 изнаночных и 3 лицевых вяжем 3 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных 2 лицевых 4 изнаночных теперь нам нужно две петли перекрестить в левую сторону оставляем одну петлю на вспомогательной спице перед работой ну я это делаю без вспомогательной спицы и провязываем одну петлю изнаночной и петлю которые оставляли перед работой провязываем лицевой далее у нас будет 5 изнаночных 2 лицевых 3 изнаночных вяжем 4 4 изнаночный ряд провязываем 3 лицевых 2 изнаночных 5 лицевых 1 петлю снимаем не провязывая нить перед работой снова 5 лицевых 2 изнаночных и 3 лицевых 5 ряд лицевой 3 изнаночных он у нас практически вяжется петлю по рисунку 2 лицевых 2 5 изнаночных 1 лицевая 5 изнаночных 2 лицевых и 3 изнаночных 6 ряд вяжем 3 лицевых 2 изнаночных 5 лицевых одну петлю снимаем не провязывая нить перед работой 5 лицевых 2 изнаночных и 3 лицевых то есть петли по рисунку кроме средней петли которую мы снимаем не провязывая вяжем 7 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных теперь 2 лицевых и 2 изнаночных нужно перекрести с наклоном в левую сторону мы две петли оставляем на вспомогательной спицы перед работой я без вспомогательной спицы вижу вам как уже будет удобно 2 оставляем перед работой я просто меняют местами петли и провязываем 2 петли изнаночными и петли которые мы оставляли перед работой мы провязываем лицевыми далее у нас будет 2 изнаночных мы провязываем лицевую петлю и из протяжки между петлями мы вяжем лицевую скрещенную и разворачиваем и вывязываем лицевую скрещенную чтобы у нас не было дырочки дальше средняя петля из нее мы вывязываем 3 петли провязываем лицевую делаем накид и из нее же вывязываем лицевую и только потом петлю снимаем со спицы далее мы из протяжки вывязываем лицевую скрещенную поднимаем так протяжку разворачиваем вывязываем лицевую скрещенную и вывязываем провязываем лицевую петлю следующую петлю провязываем лицевой далее у нас будет 2 изнаночных теперь нам нужно 2 изнаночных и 2 лицевых перекрестить в правую сторону мы 2 изнаночные петли оставляем на вспомогательной спицы за работой я это делаю так за работой я их оставляю ввожу левую спицу оставляя их за работой и вот так меняю местами теперь провязываем 2 лицевые петли и петли которые у нас вставляя оставались за работой мы провязываем изнаночными в конце ряда 3 изнаночных вяжем 8 изнаночный ряд провязываем 5 лицевых 2 изнаночных 3 лицевых 5 изнаночных 9 ряд это ряд лицевой провязываем 5 изнаночных теперь 2 лицевые 2 изнаночные перекрещиваем с наклоном левую сторону 2 лицевые оставляем на вспомогательной спице перед работой я просто их меня местами провязываем 2 изнаночные петли и оставленные петли провязываем лицевыми теперь нам нужно 2 петли провязать вместе с наклоном в правую сторону за передние стенки я вот разверну петлю чтобы они красивее легли вот так вот 2 вместе с наклоном в правую сторону теперь из протяжки вывязываем одну лицевую скрещенную вот из протяжки разворачиваем лицевую скрещенную и следующую петлю провязываем лицевой теперь вот у нас средняя петля мы снова из нее вывязываем 3 петли лицевая накид лицевая и снова провязываем лицевую петлю и из протяжки вывязываем лицевую скрещенную так теперь 2 вместе провязать лицевой за задние стенки и 4 петли 2 изнаночных и 2 лицевых перекрестить с наклоном в правую сторону две петли оставляем на вспомогательной спице за работой провязываем 2 лицевых 2 изнаночных со смогательной спицы дальше у нас будет 5 изнаночных вяжем 10 изнаночный ряд провязываем 7 лицевых одну изнаночную теперь нам нужно 2 вместе провязать изнаночной с наклоном вправо можно поменять местами петли и провязать их вместе изнаночной в следующем видео покажу как по-другому нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном в правую сторону теперь мы вяжем лицевую петлю 5 изнаночных лицевая петля 2 вместе изнаночной провязывая тут ничего не меняем просто 2 вместе изнаночной это с наклоном в левую сторону дальше изнаночная петля и 7 лицевых вот у нас уже ножки черепашь и вырезались вяжем 11 ряд это ряд лицевой 7 изнаночных теперь 2 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо разворачиваем петли чтобы они у нас вы можете не разворачивать рисунок все равно вы вяжется но так они лежат красивее ровнее дальше 1 изнаночная 1 лицевая теперь нам нужно из протяжки вырезать лицевую скрещенную следующую петлю провязываем лицевой и теперь средняя петля которую из которой мы снова вывязываем 3 петли лицевая накид и лицевая далее вывязываем лицевую петлю и из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную далее вяжем лицевую петлю одну изнаночную 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки с наклоном в левую сторону и 7 изнаночных вяжем 12 ряд это ряд изнаночный 7 лицевых 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 5 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и 7 лицевых вяжем 13 ряд это будет ряд лицевой 6 изнаночных провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки дальше 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая из протяжки вывязываем лицевую скрещенную следующую петлю провязываем лицевой и снова из средней петли мы вывязываем 3 петли лицевая накид лицевая затем провязываем лицевую петлю и из протяжки вывязываем лицевую скрещенную мы увеличиваем петли чтобы у нас получилась панцирь черепашки так теперь провязываем лицевую петлю изнаночную петлю снова лицевая изнаночная 2 вместе лицевой за задние стенки тут можно не разворачивать так вот можно и 6 изнаночных 14 изнаночный ряд 6 лицевых 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и 1 лицевая далее будет 5 изнаночных теперь будет 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 6 лицевых вяжем 15 ряд 5 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки провязываем 1 изнаночную 1 лицевую 1 изнаночную 1 лицевую 1 изнаночную и 1 лицевую теперь из протяжки вывязываем лицевую скрещенную следующую петлю провязываем лицевой и снова из средней петли вывязываем 3 лицевая накид и лицевая далее провязываем лицевую петлю и из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную теперь вяжем 1 лицевую 1 изнаночную 1 лицевую 1 изнаночную 1 лицевую 1 одну изнаночную теперь провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки с наклоном в левую сторону и 5 изнаночных вяжем 16 изнаночный ряд провязываем 5 лицевых изнаночная петля теперь нам нужно привязать лицевая изнаночная вот так повторить 10 раз вот так лицевая изнаночная один раз лицевая изнаночная 2 лицевая изнаночная 3 лицевая изнаночная 4 лицевая изнаночная 5 лицевая изнаночная 6 лицевая изнаночная 7 лицевая изнаночная 8 лицевая изнаночная 9 лицевая изнаночная 10 вот так 10 раз мы привязали и в конце у нас 5 лицевых вот так мы довязали сформировали уже панцирь черепашки теперь начальную часть теперь среднюю часть мы будем вязать по рисунку петли это мы привязали 16 сейчас у нас будет 17 лицевой ряд 18 изнаночный 19 лицевой 20 изнаночный 21 лицевой ряд все вот эти ряды мы вяжем петли по рисунку и так 17 ряд петли вяжем по рисунку это значит что мы изнаночные петли провязываем изнаночными лицевые петли провязываем лицевыми я уже не буду вязать все ряды так до конца я буду просто вам напоминать их очередность вы будете вязать их самостоятельно видео я эти ряды уберу зачем нам показывать и вязать одно и то же 18 изнаночный ряд петли вяжем по рисунку 19 лицевой ряд петли вяжем по рисунку 20 изнаночный ряд петли вяжем по рисунку 21 лицевой ряд мы вяжем петли по рисунку вот у нас уже получился какой панцирь уника и красиво теперь вяжем 22 изнаночный ряд провязываем 5 лицевых теперь четыре раза нужно провязать папа и петель изнаночная лицевая изнаночная лицевая 2 1 изнаночная лицевая 3 1 изнаночная лицевая 4 1 теперь провязываем две вместе изнаночный провязываем изнаночную петлю теперь нам нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном вправо можно поменять их местами как мы вот уже это делали а можно вот так вот ввести правую спицу вторую петлю вот так их развернуть и провязать вместе изнаночной главное чтобы провязать их до заднюю стенку дальше провязываем лицевая изнаночная один раз лицевая изнаночная второй раз лицевая изнаночная третий раз лицевая изнаночная 4 1 и 5 лицевых то есть мы начали уже наш панцирь закруглять 23 лицевой ряд 5 изнаночных из протяжки вывязываем одно лицевую скрещенную и следующую петлю провязываем лицевой и теперь нам нужно привязать изнаночная лицевая один раз изнаночная лицевая 2 раз изнаночная лицевая третий раз и изнаночная петля вот средние три петли нам нужно провязать вместе двойной протяжкой это значит первую петлю снимаем не провязывая провязываем 2 петли вместе лицевой и протягиваем через эту петлю первую петлю накидываем вот так мы провязали 3 вместе лицевой далее у нас будет изнаночная лицевая 1 раз изнаночная лицевая 2 раз изнаночная лицевая третий раз изнаночная петля теперь провязываем лицевую петлю и из протяжки вывязываем лицевую скрещенную так и у нас получается 5 изнаночных петель до конца ряда вяжем 24 ряд это ряд изнаночной провязываем 5 лицевых провязываем 2 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая петля далее нам нужно провязать 2 вместе изнаночной просто 2 вместе изнаночной с наклоном в левую сторону а вот у нас на лицевой стороне они у нас идут вот так вот видите сюда наклона в правую сторону теперь провязываем 1 изнаночную и провязываем 2 вместе изнаночной с наклоном в правую сторону я предлагаю развернуть петли привязать их вместе изнаночной это уже вот сейчас они у нас повернулись в правую сторону пошел наклон а с лицевой стороны они у нас видите как красиво закругляются левую сторону дальше у нас идет лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая 2 изнаночных и 5 лицевых вяжем 25 ряд будет 5 изнаночных дальше провязываем одну лицевую и вывязываем одну лицевую скрещенную из протяжки дальше будет лицевая теперь изнаночная лицевая один раз изнаночная лицевая второй раз изнаночная петля в 3 средних петли нам снова нужно провязать вместе двойной протяжка снимаем первую петлю провязываем 2 петли вместе лицевой и накидываем на провязанную петлю первую петлю так провязали дальше у нас будет изнаночная петля лицевая изнаночная один раз лицевая изнаночная второй раз лицевая петля теперь из протяжки вывязываем лицевую скрещенную и следующую петлю провязываем лицевой концы ряда у нас будет 5 изнаночных вяжем 26 ряд провязываем 5 лицевых 3 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая теперь 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном левую сторону провязываем изнаночную петлю и 2 вместе провязываем изначен с наклоном правую сторону можно поменять петли местами и провязать их месте изнаночной дальше у нас будет лицевая петля изнаночная петля лицевая петля 3 изнаночных и 5 лицевых вяжем 27 ряд провязываем 3 изнаночных теперь нам нужно 2 изнаночных и 2 лицевых перекрестить наклоном в правую сторону 2 петли мы оставляем на вспомогательной спицы за работой провязываем 2 лицевые и оставленные спиц петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными начали вязать лапки теперь вяжем одну лицевую одну изнаночную одну лицевую одну изнаночную и снова 3 средние петли провязываем вместе двойной протяжкой снимаем одну петлю 2 провязываем вместе лицевой и протягиваем эту петлю через снятую дальше будет 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая и 2 лицевых и 2 изнаночных нужно перекрестить наклоном в левую сторону 2 петли оставляем 2 лицевые оставляем на вспомогательной спицы перед работой провязываем 2 изнаночные петли и петли со вспомогательной спицы мы провязываем лицевыми и 3 изнаночные петли в конце ряда вяжем 28 изнаночный ряд 3 лицевых 2 изнаночных далее провязываем одну лицевую петлю и из протяжки провязываем лицевую скрещенную провязываем лицевую петлю изнаночную петлю лицевую петлю 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном левую сторону чего здесь не перекрещиваем провязываем изнаночную петлю и 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном в правую сторону я поменяю местами петли и вместе привязать их изнаночной дальше у нас будет одна лицевая 1 изнаночная 1 лицевая теперь вяжем одну лицевую и из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную провязываем 2 изнаночных и 3 лицевых конца ряда 29 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных 2 лицевых 3 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная 3 петли в центре мы провязываем вместе двойной протяжкой снимаем одну петлю не провязываем следующие 2 провязываем вместе лицевой и протягиваем эту петлю через снятую дальше у нас будет 1 изнаночная 1 лицевая 3 изнаночных 2 лицевых и 3 изнаночных вяжем 30 лицевой ряд 3 лицевых 2 изнаночных из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную следующую петлю провязываем лицевой далее будет 2 лицевых 2 вместе провязываем изнаночной 1 изнаночная и 2 вместе провязываем изнаночной либо поменяв их местами либо вот так развернув за задние стенки дальше у нас будет 2 лицевых 1 лицевая и из протяжки вывязываем лицевую скрещенную 2 изнаночных 3 лицевых вяжем 31 ряд лицевой ряд 3 изнаночных 2 лицевых 3 изнаночных из протяжки вывязываем 1 лицевую скрещенную провязываем лицевую петлю снова 3 средние петли провязываем вместе двойной протяжкой 1 петлю снимаем 2 вместе лицевой и протягиваем провязанную петлю через снятую дальше у нас будет 1 лицевая и из протяжки вывязываем лицевую скрещенную дальше будет 3 изнаночных 2 лицевых и 3 изнаночных 32 изнаночный ряд провязываем 3 лицевых 2 изнаночных 4 лицевых 3 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных и 3 лицевых вяжем 33 лицевой ряд провязываем 3 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки дальше будет 4 изнаночных теперь две петли оставляем на вспомогательной спицы за работой и провязываем лицевую петлю и оставленные петли со спицы мы провязываем лицевыми дальше будет 4 изнаночных 2 вместе лицевой провязываем за задние стенки с наклоном в другую сторону и 3 изнаночных 34 лицевой ряд провязываем 8 лицевых заметьте изнаночную петлю тоже провязываем лицевой 3 изнаночных 3 изнаночных 8 лицевых вяжем 35 лицевой ряд провязываем 8 изнаночных теперь провязываем лицевую петлю и из протяжки вывязываем лицевую скрещенную провязываем лицевую петлю теперь из протяжки вывязываем лицевую скрещеную и провязываем лицевую петлю далее будет 8 изнаночных вот мы провязали панцирь закончили вязать лапки сейчас вывязываем головку черепашки тридцать шестом изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку то есть у нас будет 8 лицевых 5 изнаночных и 8 лицевых тридцать седьмой лицевой ряд петли тоже вяжем по рисунку то есть у нас будет уже 8 изнаночных 5 лицевых и 8 изнаночных тридцать восьмой изнаночный ряд провязываем 8 лицевых 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном левую сторону ничего не меняем провязываем изнаночную петлю и 2 вместе провязываем изнаночной с наклоном в правую сторону я поменяю петли местами привяжу их вместе изнаночной и дальше будет 8 лицевых тридцать девятый лицевой ряд 8 изнаночных 3 вместе нам нужно провязать двойной протяжкой снимаем одну петлю провязываем 2 вместе лицевой и протягиваем провязанную петлю через снятую мы завершили головку черепашки провязываем 8 изнаночных и последний 40 ряд раппорта все петли лицевые мы должны мы начали 17 петель и выходим должны выйти тоже на 17 петель при том что мы увеличивали петли в процессе вязания какая у нас получилось забавная черепашка вяжется легко смотрится симпатично действительно забавно так вот вот такая черепашка спасибо ксении токаревой за идею мастер-класса ставьте лайк если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал вступайте в нашу группу вконтакте я желаю всем ровных петелек пока пока